Культуре в своем послании глава государства уделил особое внимание. В 2021-м на активизацию деятельности учреждения культуры и искусства укрепление их материально-технической базы из бюджета будет выделено 420 миллиардов суммов. В частности, в регионах будут построены и реконструированы 22 театра и других объекта. О новом адресе культурной значимости материалы с Ферганы. Особенный акцент на развитие сферы просвещения и духовности ставится и в Алта-Арыкском районе. Здесь в канун Нового года состоялось открытие Дворца культуры. Каждый год слушаем послания президента, но в этом оно было особенным. Тщательно проанализирована работа за 2020-й. Теперь по новому адресу наша молодежь может стать ближе к творчеству, проявить свои способности, приобрести опыт по самым разным направлениям искусства. Уверен, у государства, уважающего культуру и искусство, великое будущее. Здание было построено в 80-х годах прошлого века и уже не соответствовало современным требованиям. Благодаря выделенным инвестициям из местного бюджета и большой работе на объекте была проведена реконструкция. Каждое помещение отличается красотой и уникальностью. Здесь можно проводить репетиции и совершенствоваться в музыкальном искусстве. Здесь будут создаваться новые песни и танцы. Особое внимание будет уделяться национальным произведениям. Надеюсь, Дворец культуры станет домом для будущих именитых деятелей искусства. Данное здание никого не оставит равнодушным. Раньше такого не было. А созданные сегодня условия позволяют проводить концертные вечера и различного рода культурные мероприятия на должном уровне. Символично, что в новом Дворце культуры первым состоялся молодежный форум, где обсуждалось обращение главы нашего государства парламенту. В ходе диалога между сотрудниками местного хакимиата и юными ферганцами также проанализированы достижения ушедшего года. А формат открытого микрофона позволил представителям молодого поколения задать интересующие вопросы и обсудить планы на 2021 год. Продолжение следует...